Рейс Республики сегодня с рабочим визитом находится в Азербайджане. Сегодня в зале Рустам Миниханов и представители федеральных и республиканских СМИ. На большом экране сюжеты о главных событиях года в Татарстане. Многие из них от журналистов ТНВ. Даже не верю, что все это было в этом году. Одна из важнейших тем года СВО. В 2023-м у Татарстана, кроме Лисичанска, появился второй подшефный город на Донбассе, Рубежное. Республика теперь восстанавливает инфраструктуру двух городов ЛНР. Регулярно отправляются гуманитарные грузы. Каждый муниципалитет, каждый населенный пункт, каждое предприятие задействовано в той или иной степени на программу поддержки, гуманитарной помощи. Весь оборонно-промышленный комплекс полностью выполняет те задачи, которые ставятся верховным уголовнокомандующим. И это в условиях острого дефицита кадров в разных отраслях экономики. И рекордно низкого уровня безработицы. Вы уже много лет ставите такую важную задачу, подготовку инженерных кадров. И сегодня на пути к технологическому суверенитету, вы будто предвидели эту сегодняшнюю повестку, так скажем, ситуацию, наблюдается тотальный дефицит рабочих рук. Есть и отток трудовых мигрантов. Вот в связи с этим вопросом, как в республике собираются решать проблему кадрового голода и на какие отрасли вот этот отток трудовых иностранцев повлиял сильнее всего? Мы республика не туристическая. У нас хотя бы там много туристов достаточно к нам приезжает. Мы республика промышленная. В Казани-то у нас есть базовые серьезные вузы, как КАИ, как КАХТИ, как энергетические. Но нам важно еще вот те предприятия, которые находятся, вот Альметис – это столица нефтяников, значит, не жители, а столица нефтехимиков. КАМАЗ – это столица автомобильных строителей, чтобы больше были ближе к этим производствам. Они учатся, а потом приходят на производство и понимают, что многих компетенций у них еще не хватает. Говоря о достижениях республики, РАИС особо выделил открытие трассы М-12. Скоростная автомагистраль протяженностью 810 километров сблизила две столицы – Москву и Казань, соединив пять регионов страны. Кроме развития территории, это поддержка экономики, огромная поддержка. Ощущения такие, что на одном дыхании – это огромный подарок. Если у вас есть желание поехать в Москву, вы подумайте, нужен ли вам поезд или самолет. Еще одна победа Татарстана – включение обсерватории КФУ в список ЮНЕСКО. В ходе текущей ситуации, когда все международные организации, ну, практически все, в принципе, отвернулись от России, за счет чего у нас такое плотное сотрудничество с ЮНЕСКО? Я думаю, что большой авторитет нашего первого президента. Он посол ЮНЕСКО, и с этим не считаться невозможно. И это большая победа нашей страны. Как подчеркнул Стаммениханов, следующий год не менее ответственный. Впереди выборы президента страны, традиционный Казанфорум, игры будущего и международный саммит БРИКС. Как идет подготовка, спросили Раиса Онлайн. Я уверен, что мы достойно летом и соревнования спортивные страны БРИКС проведем, и, конечно же, достойно встретим глав государств и членов, и участников этого большого форума. По видеосвязи обратилась и победительница Обилимпиек Сазалия Ефарова. Рустам Мениханов поддержал ее идею стать наставницей для таких же талантливых ребят. Казанские дети благодарят Раиса Республики за исполнение новогоднего желания – встречу с хоккеистами Акбарса. Встреча с Раисом Республики длилась около часа. Исполнение новогодних чудес Рустам Мениханов пожелал и всем журналистам. Рамиль Галиулин, ТНВ, Казань.